И эта фирма просто у вас будет для бизнеса, вы сможете зарабатывать, но регализация не получится. Короче говоря, ее только чисто для того, чтобы там что-то подрабатывать. Ну и чем-то заниматься, да, либо купить бизнес. Так смотрите, а по-моему мне сказали, что если ты новую фирму открываешь, то вроде бы тоже какой-то маразм, я не знаю, мне показалось, что это маразм, что типа ты будешь владелицей фирмы, но работать ты не имеешь права, только через полгода ты получаешь разрешение на работу, чтобы самой работать на своей фирме. Ну фактически, смотрите, все перемешалось у вас, вы много читаете форумов дурацких. Смотрите, чтобы разрешение на работу получить, надо получить какой-то статус. И миграционный, либо рабочую визу. И открытие фирмы не позволяет вам получить разрешение на работу, как физическое лицо. Ни как вы говорите, через полгода, ни через три года. То есть просто открыл фирму, и значит через 15 дней, или через 30 дней, или через 45 дней вы получите разрешение на работу, это не так. Вы можете быть владельцем фирмы и получать дивиденды с нее, даже имея туристический статус, либо вообще его не имея, живя за границей. Но открытие фирмы вас не спасет для того, чтобы получить разрешение на работу, либо социал секьюрити персональный. Так смотрите, но это тоже опять же ошибочно, мне сказали или нет. Я вообще жила в Лос-Анджелесе полгода, но тут давно, правда, уже несколько лет назад. Потом пришлось по делам в Москву уехать. Вот сейчас опять хотим поехать надолго. И вот я думаю, чтобы такое уже поосновательное сделать, сказали, что социал секьюрити, я вообще могу, как даже с Б1, Б2, просто прийти и получить социал секьюрити без проблем в Лос-Анджелесе. Нет, третий миф, который вы где-то прочли. Да, наверное, я не хотела, не знаю. Нет, это неправда, это неправда, это ложь. Такого нет. То есть тоже нельзя просто так получить? Нельзя. Так смотрите, социал секьюрити это типа ИНН в России. Если у меня фирма, они же мне должны дать какой-то... Ну, они вам дают ИНН, такс-айди вы получите, фирму я вам открою за два дня, такс-айди будет у фирмы, но не у вас лично. Это разные вещи. ИНН же есть у российских предприятий, тоже есть, правильно? У физических лиц есть у ИНН. Ну, вот такс-айди у вас будет, но это будет такс-айди фирмы, но не ваша лично. То есть вы можете принимать на эту фирму деньги, но получать просто дивиденды, но вы не можете там быть наемным менеджером. Так вот я не пойму систему. Так вот смотрите, например, да, ну к примеру берем, я покупаю, ну вот открываем фирму, я работаю, например, в сфере там, допустим, салона красоты. И если в этом салоне красоты, значит, по фирме я имею право кого-то нанять, у кого есть гражданство американское, а сама там работать, например... Да, вы можете нанять человека на работу, пожалуйста, который имеет, опять же, не гражданство, можно иметь просто разрешение на работу. Даже, может быть, у него грин-карты не быть, но он должен иметь разрешение на работу. Разрешение на работу? Да. А сама я там, например, прийти в салон подстригать не могу? Нет. То есть, значит, получается, на моей фирме может кто-то работать, кто угодно, ну с официальными документами, с разрешением на работу, ну кроме меня. Да, но вы можете присутствовать в салоне и собирать прибыль. Нет, ну это понятно, это очень приятно. Контролировать, контролировать как акционер ваших наемных работников и указывать им правильно они подстригают или нет. Это вы можете. Ага, понятно. То есть, например, или, допустим, в сфере туризма я хочу работать, значит, я открываю фирму, сама я не могу встретить туристов, сопроводить и из этого взять деньги. Ну, вы не можете работать по найму и получать доход, не имея разрешения на работу. Ну, понятно, то есть, сама на себя я работать не могу, это тоже считается как бы... Да, вам лучше, может быть, вам лучше, Марин, взять консультацию адвоката, и я вам даю общую информацию. Которая известна в общих источниках. Что касается персональной консультации, вот как вам поступить в вашем случае, проходите вы политубежище, допустим, или вам лучше, может быть, какую-то рабочую визу сделать. Вам это может индивидуальную консультацию только адвокат дать. Я могу вам дать адвокатов, с которыми мы сотрудничаем. Ну да, кого-нибудь поприличнее, потому что я тут у многих пыталась спросить. Я работаю только с личными адвокатами. Ну, много аферистов, много адвокатов, которые не адвокаты, они говорят, мы адвокаты. Там в Майами есть такой, не хочу называть имен, никогда не хочу какие-то склоки входить. Ну, дает визитку адвокат, лоер, а он не адвокат. Вот они там, да, и советы дают, вот L1, вот то, что вы мне сказали. Ну, нельзя L1 делать в том случае, в котором вам сказали, что можно. Нельзя. Ну, нельзя, вот вы заплатьте деньги, ну, 3 тысячи там не берут, тысячу долларов берут, понимаете. А потом люди говорят, а как же так? Ну, вот не получилось, да, или вообще трубку не будет брать, исчезнет. Ну, вот это особенность в эмиграции, что эти случайные люди, вот эти проходимцы, которые просто хапают деньги и обманывают людей. Окей, давайте еще, если есть вопросы, отвечу, и если нет, тогда пойду ужинать. Домой пришел, уже сил нет. Понимаю вас. Я примерно все поняла, тогда, если вам не трудно, да, может быть, смс или как-то телефон адвокат. Хорошо. Может быть, действительно, мы с ним посоветуемся, что-то решим и как-то вопрос продвинем. Хорошо. Договорились. Хорошо. Хотел бы что-то уже более конкретное у нормальных людей услышать, а не бред, сумасшедшего. Да, по фирме тоже, пожалуйста, я вам открою, все сделаю, как вы решите, все сделаем. А в какой срок и сколько это будет? Два дня 960 долларов. Сколько? Два дня срок 960 долларов будет стоить. Просто цена какая-то неровная. Почему не тысяча, а 960? Ну там пошлина, потому что там включена. Да, формировалась цена из-за счета времени, там просто есть же какое-то бизнес-обоснование цены. Ну вот так оно, я знаю, сформировали, рассчитали, сколько времени. А документы от меня какие нужны? Только фотография вашего паспорта, первая страница. То есть из России никаких там справок, а не судимы? Никаких. Никаких. Не нужно, не нужно, не нужно. Ну слава тебе, Господи, а то везде требуют в разных странах. В Чехии я открывала фирму, там столько бумаг собирала, целый геморрой был. Хорошо, Марин, до связи, да. Как зовут, извините? Юра меня зовут. Юра, а меня Марина, да, думаю, не представили друг друга. Хорошо, Юр, тогда не буду вас больше задерживать. Если не трудно, да, тогда как будете свободны. Ну я сброшу вам сегодня, хорошо, хорошо, договорились. Ладно, все, хорошо, спасибо большое. Все, пока. До свидания.